Хочется передать всем привет. Надеемся, мир между Украиной и Россией скоро закончится, а он скоро придет, должен прийти. Владимир Владимирович, зачем вы пришли в Украину? Крым же принадлежит Украине и Донбасс, это все украинские территории. Зачем вы пришли убивать мирных людей? Отдавайте, выводите ваши войска с Украины, Владимир Владимирович, и отдавайте Крым Украине назад, и Донбасс, и заканчивайте эту войну. Никто вашу Россию разваливать не будет, не волнуйтесь на части. Дальше что я хотела сказать? Что такое Украина? Кучма, Ленька Кучма, это отец олигархата украинского, Ленька, миллиардер. Пинчуки, да? Ахмедов у себя там на Донбассе. Какая же была политика украинских властей, как я-то думаю, за 32 года, что они там делали. Значит, первое. Верховная Рада пришла, в Советский Союз за 91-м году. Ну что эти воры стали делать депутаты? Что они делали? Прежде всего, как сказала Диана Данченко, они разворовали, они продали все сюда боржи, сюда боржи, все, что осталось от Советского Союза в наследие им. Черноморский флот весь продали, еще там какой-то флот на Дунае продали, все сюда боржи попродавали. Деньги по карманам попаковали, все продали, деньги попаковали, миллиарды, миллионы эти воры, депутаты, которые сидят. Что же им дальше продавать ворам? Наследие Советского Союза продали, 800 судов там боржей продали, наследие Советского Союза 32 года. Что же им дальше? Надо же дальше воровать. После этого они принялись продавать оружие. Кучма продал, Тимошенко продала, наверное, Порошенко продал по всему миру. Торговали, продавали и влево, и вправо, кому не попадя, и России, кому попало. Чтобы миллиарды, миллионы им давали. Оружие все продали за 32 года. Оружие продали, суда продали, флота продали, оружие продали, уже нечего продавать. Что же дальше продавать ворам? Надо что-то же продавать, за землю взялись сельскохозяйство, чтобы, наверное, продавать. Тимошенко, Типорошенко. Ну и на землю надо продавать. Что еще ворам продавать? Пригласили Байдена, Хантера Байдена, Байдена. И давай бурлить по всей Украине, потому что Украина богата скважинами, газом и нефтью. Те воры пошли Карпаты вырубать. Ну, в смысле, леса в Карпатах, депутаты. Ляшко там. Те воры пошли в Карпаты вырубать. На дерево. Продавать дерево везде. За леса принялись. Паковать деньги по карману. Уже Карпаты голые стоят. Те там воруют. Карпаты продают дерево. Кто-то пошел бурштин, янтарь. Там копать. Продавать бурштин везде. Янтарь по всему миру. Там паковать себе деньги, карманы. Остальные воры пришли к Байдену, депутаты Верховной Рады и присосались, чтобы бурли скважины, потому что Украина богата на газ и нефть. Где есть нефть, газ? В Донецке. Ну, там оно, говорят, выработанное все со времен Советского Союза. Там, наверное, осталось залежей 20%. То есть это Донбасс регион, Крым регион и, говорят, в Карпатах много газа, нефти и в Житомирской области. Вот они пригласили этого Байдена последние 34 года с Бурисмой. Давали ему взятки этому Хантеру, давали ему деньги все. И давай бурлить, искать скважины, ойл и газ, нефт, газ по всей Украине. Бурлили, бурлили, половину пробурлили, скандал пришел, сейчас конфликт с Россией пришел. Бурлили, бурлили, газодобывающие компании ШАЛ ничего не нашли. Половину Украины разбурлили, газ и нефть они так искали. Половину Украины скважины побурлили, половину еще не побурлили, потому что конфликт начался с Россией. Но если бы конфликт не начался с Россией, то Байден бы дальше бурлил из скважины по всей Украине, в Житомирской области, там на Карпатах, где много нефти. Искали бы нефть. Потому что Америке нужна нефть и газ. Вся эта война и конфликт из-за природных ресурсов тоже. Короче, они последние 3-5 лет, как я вижу, войну побурлили все скважины. Нефть, газ искали. Везде там побурлили. Сейчас уже говорят, нашли газ в какой-то области. Что этот газ будет обеспечивать всю Украину газом. Это очень хорошо для украинцев, раз они так нашли газ в какой-то области. И сказала уже Верховная Рада, что газом будет обеспечивать всю Украину. Почему? Потому если газом они нашли такую скважину, что газом будет обеспечивать всю Украину, вот это, что не нашли, сейчас Верховная Рада говорит, да, то это хорошо для людей. Но я не вижу, я не думаю, что будут строить обнормал капитализм, называется ненормальный капитализм в Украине. И будут обдирать людей, как Липку, Пинчуке, Хметовы. Просто, например, если у человека 2000 гривен пенсия, 2500 гривен, то должны быть субсидии такому человеку, потому что он малоимущий. В дома украинцев должны быть субсидии от украинцев. От их украинской власти, Верховной Рады. То есть должны быть даны субсидии, и оплата за свет и газ должна быть адекватной. Например, у меня пенсия 2500 гривен. Я должен был, я тогда, если у меня пенсия 2500 гривен, я тогда малоимущий. Я тогда имею право в Украине подавать на субсидию. И я имею право платить только 50 гривен за газ, или 100 гривен за газ и за свет. Все. Но они мне не имеют, чтобы были адекватные цены. Но они мне не имеют присылать счет за свет и газ, мой хаус-холд. Если у меня пенсия 2500 гривен, они мне просят за свет и газ платить 3000 гривен. То это не капитализм, это не нормальный капитализм. И тогда в Украине сидит Верховная Раде не правительство, а мафия, которая дает неадекватные цены людям, и которая грабит его народ. С такой мафией надо бороться. Пенсия в Украине сейчас должна быть не 2500 гривен, а 20000 гривен. Чтобы по сегодняшним ценам инфляции, чтобы человек себя чувствовал не рабом крепостным, а мог себе купить одеться, обуться, покушать. То есть, если живет семья в хаус-холд, в каком-то одном селе, там, в городе маленьком, в Черкасской области, у него должна быть пенсия, как в Америке, бомжу платят, бомжу в Америке платят пенсии. 2000 долларов у них пенсия здесь. То есть, он, то есть, в Украине должно быть так по сегодняшним ценам инфляции. Мужчина должен получать 2000 долларов пенсии, если не на пенсии, это 20000 гривен. И женщина должна получать 2000 долларов пенсии, если она на пенсии. Вместе это 40000 гривен, чтобы люди себя хорошо чувствовали, могли себе все позволить везде поехать и отдохнуть, на море там в Крым поехать. И цены должны быть адекватные. Не так, если он получает 2500 гривен пенсию, а ему 3000 приносят платежку за свет за газ. Это называется, обдираловка людей, это ненормальный капитализм. Это называется abnormal капитализм. Надо с таким капитализмом бороться. Что в России, что в Украине, что в Белоруссии. Это ненормальный капитализм. Значит, если у тебя пенсия 2500 гривен, ты за свет должен платить не 3000 гривен, переплачивать, ахметова богатым делать с пенчиком. А за свет за газ должна быть платежка, если у тебя пенсия 2500 гривен, должна быть платежка за свет за 100 гривен. Тогда это они имеют право называть себя государством. Я еще буду записывать сообщение. То есть сейчас идет конфликт между Россией и Украиной. Надеемся, он закончится. Надеюсь, Владимир Владимирович отдаст Украине Крым и Донбасс. Никто Россию не будет разваливать на части. И Украина вернет свою территориальную целостность, свою государственность. И сохранится государственность Украины. Значит, если бы этого конфликта не было, я думаю, как бы продолжалась жизнь в Украине. То есть Кучма с Пинчиком, с Зеленским, они бы продолжали с Байденом бурлить везде скважины, чтобы инвесторы пришли с Шелл, с Америки. И они везде продолжали бурить скважины. Там в Житомирской области, говорят, много нефти, газа. Они там не разрабатывались со времен Хрущева. Ленида Хрущева. 70 лет не разрабатывались. Говорят, Украина очень богата нефть и газом, которую сейчас скважины не бурлили, не разрабатывали. Я на Фейсбук читала. Это где много нефти, газа. Это в Черниговской области, если там скважины бурлить. В Карпатах, если там скважины бурлить. Там много нефти, газа. Если Украина бы бурлила нефть и газ еще везде, которая она приостановила бурлить скважины, потому что Россия пришла с конфликтом, то Байден бы продолжал бурлить скважины, инвестировали бы деньги, Байден бы продолжал инвестировать деньги в Украину. И продолжали бы искать скважины нефти и газа. Где есть? В Черниговской области, в Карпатах. Если бы они нашли нефть и газ, и больше скважин пробурлили, нашли нефть, как газ, вот эти пинчуки, Ахметовы, да, и все эти воры, что сидят в Верховной Раде, депутаты, которые говорят, устроят украинский капитализм, то и они бы нашли эти нефть и газ, которым богата Украина, и продавали бы по всему миру, если бы правительство в Украине было хорошее, они бы продавали этот нефть и газ по всему миру. И сельское хозяйство продавали бы, и зерно, и бурштин, я не знаю, дрова продавали бы, деревья, как оно, леса с Карпат по всему миру, дровами топить, да? Украина же богата, Карпаты дровами. Вот, продавали бы всему миру. То украинцы бы жили очень богато, если бы только у них было хорошее правительство в Украине, украинское. И делала им хорошие зарплаты, и пенсии украинцы. Не на уровне бомжа 2500 гривен по сегодняшней инфляции. А если бы украинское правительство продавало нефть и газ по всему миру, и вкладывало, ну, и зерно, и сельское хозяйство было развито в Украине, и бурштин, и дерево Скорпат продавало по всему миру, то украинцы бы жили, у них бы была пенсия не уровня бомжа, а у них бы была пенсия по сегодняшним ценам 2000 долларов в месяц, 20000 гривен в месяц для одного человека. У них бы и зарплаты были хорошие, 40 тысяч долларов, 40 тысяч гривен, например, был бы у полиции сегодняшняя полиция была бы зарплата. Украинцам бы не надо было выезжать где-то за границу, искать в поисках работы, где по всему миру, если бы у них были хорошие правители, не воры. То есть, после конфликта с Россией, я думаю, что инвестиции в украинскую экономику будут продолжаться, и они будут искать нефтегаз, и дальше Шелл, Байден будет туда инвестиции делать, и придет нефтезарбатчевская компания Шелл, и они будут еще бурлить, продолжать нефтегаз, и надеемся, что откроют новые скважины, новые залежи нефтегаза, которые есть в Украине, это, как я сказала, там показываются шлейфы. Донецк, Крым, Черневская область, Карпатах. Я надеюсь, что сельское хозяйство, зерно, и лес Карпат, оно будет все продаваться за границу, найдут новые залежи нефтегаза, и деньги от этого продажа нефтегаза будут идти не в карман депутата, а будут идти в бюджет Украины. Верховная Рада, в бюджет Украины. И Верховная Рада уже будет распределять, и будет давать украинцам хорошие зарплаты и пенсии. По 2000 долларов на сегодняшний момент будет украинца зарплата, а не будет пенсия украинца 2500 гривен на уровне бомжа, потому что 2500 гривен, это ничто, он себе трусовку купить не может, и не дойдет. Человек на 2500 гривен существовать не может. Это бомж, это бездомный. Он не может себе ни зубную пасту купить, ни трусовку пить, буханку хлеба, там купит три буханки хлеба и все. Это издевательство над украинским народом. И в Крыму, Крым можно сделать хорошим туристическим, мало того, что там добывать нефть, можно сделать хорошим туристическим городом весь побережье Крыма. Чтобы люди туда, сделать второй Лас-Вегас, открыть много казино на берегу моря, потому идет драча за тот кусок земли, за Крым. Сделать Лас-Вегас в Крыму. Первое, это море, открыть туристические, чтобы туристы туда все приезжали. Открыть там кучу всего казино и сделать Крым как весь Лас-Вегас. Как бы Крым это Лас-Вегас, да, в Америке. И открыть кучу казино, игровых заведений, ресторанов, там дискотек, чтобы люди оттуда все приезжали. И была бы такая туристическая зона, где можно оттуда много зарабатывать денег, бюджет Украины за счет туристов. Вот что такое Крым, потому идет драча за ту территорию. Помимо добывания нефти, можно с Украины сделать туристические базы, там и второй Лас-Вегас. Туристические зоны. Открыть казино везде, чтобы туда ездили во всего мира отдыхать, играть в казино и давать деньги в бюджет Украины. Так что бурление скважин после конфликта с Россией продолжится в Украине, по всей Украине. Украинцы не дураки, пусть их власть не думает, что они дураки. Мы не дураки, мы все прекрасно знаем, что Украина богата нефтью, газом. Если украинская власть будет не в Араме, а хорошей украинской власти, чтобы их не украинцы не уезжали по заграницам, искали работать, они могут найти новые скважины газа, нефти, продавать зерно, продавать, иметь развитое сельское хозяйство в Украине, продавать лес Карпат Украины, вкладывать, добавлять это в бюджет Украины и сделать украинцам хорошие зарплаты и пенсии. Это как я вижу политику жизни. Так что мы не дураки, почему украинцы живут, у них пенсия на уровне бомжа, у них должна быть пенсия, как в Америке, 2000 долларов. Мы все понимаем, где нефть, где газ, почему деньги не идут в бюджет Украины, почему они разворовываются. Потому что Украина очень богатая на это все. А вот страны бывшего Советского Союза взять, Армения это страна бомж, у них нефти нету. Пашинян, он голый король, он ничего не может продавать миру, кроме коньяка армянского. Потому его люди все нищие, нефти у них нет, залежи нет, это страна бомж, это бомжарская страна, потому люди там живут все нищие. Белоруссия, у них сельское хозяйство развито у Лукашенко, но тоже страна бомж, у них нефти, газа нету, он не может продавать по всему миру нефт, газ, как Украина. Украина богатая страна, она есть нефт, газ, может продавать по всему миру. Молдавия страна бомж, у них нефтегаза нету, они не могут продавать нефтегаз по всему миру. Грузия страна бомж, у нее нету нефтегаза, она не может продавать нефтегаз по всему миру. Алиев. У Алия есть нефть. Он Ардагану по всему миру продает нефть. Потому Азербайджан живет зажиточно. Хорошо живет. Россия. У них есть нефть, газ. У них добываются сапфиры, бриллианты в Якутии. И рубины там все добывается. Они продают по всему миру. И прус-листа есть в России. Россия богатая страна. Российская Федерация. Вот вам расклад. Если Украина сохранит свою государственность. Есть немгаз. Украина богатая. Что вам еще сказать? Если бы у нее была не власть воров, депутата Верховной Рады, а продавали нефть и газ по всему миру, беспокоились за население Украины, малоимущие, то украинского гражданина была бы не зарплата, а была бы не пенсия уровня, бомжа. А была бы хорошая зарплата. И была бы пенсия сейчас 2000 долларов, как в Америке. Бомж получает 2000 долларов. Значит, Зеленский, повыгоняй, пока еще у вас есть ваша государственность. У вас 140 миллиардов долларов в Украине долгов. Я не знаю, спишут ли вам долги этот международный валютный фонд в вашей Украине. Вы должны всему миру, Европейскому Союзу и Америке. Надеюсь, вам долги спишут. А если долги не спишут? Не думай, что малоимущие будут платить ваши долги тебе, Зеленский. Потому что заниматься предпринимательством в Украине нужно быть хорошая, чтобы бизнесовые ставки были, были хорошие кредиты, чтобы люди могли себе заработать, иметь прибыль, а не обдирать людей. Если будешь обдирать людей и облагать большими налогами людей в Украине, Зеленский, и не будешь продаху давать предпринимателям среднему и малому бизнесу, то от вас все уедут. Или поднимут вам бунт, выкинут вашу верховную раду вору оттуда, в задницу. Не будет у вас никого. Значит, нефть, газ надо продавать, нефть, газ надо искать, скважины по Украине надо бурлить, чтобы украинцам была пенсия не уровня, бомжа и зарплата. А хорошие зарплаты были. И в Украине после конфликта с Россией должны работать фабрики, как и в России должны работать. Люди хорошают жить зажиточно. Людям нужна хорошая работа, хорошая зарплата, а не существование. А то сделали себе феодалы и рабы, крепостные. Что это за жизнь? Феодалы и рабы. У вас капитализм неправильный. Значит, людям нужна хорошая зарплата, чтобы фабрики, заводы, пароходы, все в Украине работало, чтобы свинофермы работали, птицефермы работали после конфликта с Россией. Чтобы все работало. Металлургия работала у Ахметова, там, в Донбассе. Все работали, были хорошие зарплаты, чтобы люди могли и одеться, и будься себе купить, и покушать, и в Крым съездить, отдохнуть раз в год. Такая должна быть пенсия зарплата в Украине. Когда человек зарабатывает, только платит за свою крышу и за еду, но не может одеться, обуться, и ехать где-то отдохнуть, это не называется капитализм. Это не называется, человек, что зарабатывает хорошо, это называется рабство. Рабство. Феодалы и рабы. Рабство и феодалы, все. Если человек не может хорошо жить, существовать в хорошей католической стране, такой, как Германия, Америка, такой, как Великобритания, человек зарабатывает, он откладывает себе на жизнь, на счет деньги. Он может раз в год поехать в Крым, раз в год поехать в новую страну, отдохнуть на две недели, взять отпуск. Он может поехать на море, он может одеться, обуться хорошо, питаться хорошо. А если у человека просто, а если человек зарабатывает, у него такая зарабатывает на предприятии, что ему только хватает на еду и на оплату крыши над головой, там какие-то деньги, и вообще на счету ничего не остается в конце месяца, то это не жизнь, это рабство называется. Жизнь раба. Рабы и феодалы. Хочется, чтобы капитализм пришел хороший в Россию, в Украину, чтобы там все поменялось, потому что говорил Жириновский, в России, в Украине заводы, фабрики должно все худеть, гудеть, греметь. Должны фабрики, заводы все работать, металлургия работает, сельское хозяйство работает, зарплата у людей должна быть хорошая, чтобы к вам иммигранты возряжались жить, чтобы там все кипело, гудело, гремело. И металлургия работала, и сельское хозяйство работало, и заводы, и фабрики работали, и свиноферма, чтобы все работало, и птицефермы, чтобы люди жили не голодные, не ходили, а жили хорошо. И чтобы Россия, Украина продавала везде зерно по всему миру и кормила, отдавала зерно в голодной Африке, потому что люди там ходят голодные, а не от голода умирает, нечего кушать. От голода зерна нет, хлеба нет, обезвоживание голод, люди умирают, дети умирают, это страшно. Надо помогать африканскому континенту. Украина. Была на содержание в Америке 32 года. Давала вам Америка, сказал депутат Дубинский, северной рады, чтобы содержать Украину, надо иметь 60 миллиардов долларов в год, чтобы она только сама себя содержала. Чтобы все везде продавала. Украину содержала Америка 32 года. Сейчас Америка вас бросит, содержать Украину не будет. Деньги вам не даст. Долги в Украине должны списать международный валютный фонд. И если он их спишет, что 40 миллиардов долларов у вас долгов не должны обкладывать налоговые Украины предприниматели большими налогами, потому что средний мелкий бизнес в Украине должен жить. Я так считаю. А если будет там налоговое обкладывать предпринимателей после конфликции с Россией большими налогами в Украине, то люди позакрывают себе бизнеса, где-то будут уезжать в другую страну жить. Я не знаю, Германия или куда. Надо, чтобы были хорошие условия по налогам для развития украинского бизнеса, если в Украине там кто-то будет жить. Украина вам, Америка вам бросит, вас бросит. У них куча долгов, триллиона долларов долгов. Украина. Но никто вам деньги больше не даст. Никто вам не будет давать больше 60 миллиардов долларов на ваше, на вас существование Украина. Америка больше не даст. Вот даст последнее, может, 60 миллиардов и все, больше у них денег нет. Они скоро сами будут в дефолте и банкротом. У них бензин по 6 долларов за голову. В Америке. Я не думаю, они будут содержать Украину. 32 года содержали, не будет больше вас никто содержать Украину. Не будут вам деньги давать Америка больше. не надейтесь не думаю когда-то помощь закончится они не могут вас содержать всегда не могут это нереально бросят вас никто вам деньги на развитие украины давать не будет европейский даю союз вам давать деньги будут кинут какие-то пени никто вам ничего не будет всем хотят на развитие и венгрия хочет себе и польша и румыния все хотят дай 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 на всех не хватит и молдавия себе просит бомжа бомжарская страна и армения просит бомжарская страна а то сидят везде ханы султаны страны бомжи них ничего у них нету ничем они не торгуют и еще что-то хотят себя белоруси и там тоже нет нет газа у лукашенко тоже ничем не торгует страна бомж но нахуй сельское хозяйство развита так комбайнами так тракторами той торгует за счет это белорусский народ и живет не более-менее зажиточно что него так торы и трактор и колкам байны развиваю лукашенко везде продает по всему миру и сельское хозяйство развит а так бы белоруссия была песню был плохой президент сельскоха со со dicho было белоруссиные не развита как сторона bob жила бы в жопе небы и голодале ходили как хозяйство не была развита чтобы они делали покрушайки так что сельское хозяйство надо развивать украине не будет вам давать Сейчас конфликт с Россией закончится. Владимир Владимирович Путин, я надеюсь, выведет свои войска с Донбасса, отдаст Украине Донбасс и Крым, чтобы она восстановилась свою террориальную целостность, чтобы Россию не разваливала на части. Спишут ли долги Украине? Я не знаю, что 40 миллиардов долларов. Надеюсь, спишет Международный валютный фонд. А если не спишет, то я не знаю, кто будет тогда долги отдавать. Наверное, варень-депутаты у Верховной Рады будут отдавать долги, я так думаю. Но немалоимущие женищи украинцы. У вас там осталось жить 20 миллионов человек, 14 миллионов стариков, которые выберут в следующие 10 лет. И 7 миллионов молодежи. У вас никого нету. 5 миллионов детей осталось, миллион мужчин и 3 миллиона женщин. Это во вся Украина. Украинкам уже скоро будут замужем выходить. Все повыстреливают на конфликт между Россией и Украиной. И надо будет неграм завозить с Африки в Верховной Раде, если не с корницией государственной, чтобы там негры жили в Украине. Не будет белого населения. Будут одни негры и надо будет этих завозить. Неграм с Америки, чтобы пополнять фонд Украины. Неграм и завезут вам это, 10 миллионов израилетян туда, Израиль будет там жить. Вот Украина не для украинцев, потому что сейчас выстреливают там на поляк. А украинкам надо замужем выходить. Вот за кого надо будет заходить замуж. Сейчас тех повыстреливают. Понят, в Россию замужем выходить. За арабов, я не знаю, за китайцев, за африканцев. Белых повыстреливают, белых парней не будет. Украинкам не будет замужем. Так что Зеленский, не будет тебя Америка содержать, не Европейский Союз. Вас кинут. Я так думаю. Вас не будут содержать. Европейский Союз вам сейчас пени дает. Пару миллиардов кинули копейки, вы на них не выживете. Америка вас кинет, вам ничего не уже не даст. Даст последние 60 миллиардов долларов, пошлет вас в одно место, я так думаю. Сами вы себя содержать пока не можете, Украина. Дальше, что я хотела сказать. Будет как вот это будет ваш экзистенс. Бросят вас, никто вам деньги давать не будет. Ну заберете у России 300 миллиардов долларов на восстановление Украины. Будут у России пройти репарации. И все. Хочу обратиться к Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович. Там нацистов нету в Украине. Есть какой-то правый сектор, бандиты бегают. Пусть их сам, кучма и занимается ими. Посадит их по тюрьмам. Если там какие-то бандиты бегают, прокламируют нацизм. Там нацизм никто не прокламирует, Владимир Владимирович. Там нацизма нету. Ну приглашал этот Зеленский, этого дурака в канадский парламент. ССовца какого-то. Ну и что приглашал? Проехали, забыли. Значит, там нацизма нету. Гитлера никто не прокламирует, Владимир Владимирович. Они очень гордятся, что они независимы. У них независимая страна Украина. Они гордятся своей независимости. И нацизма там нету. У них кто не прокламирует Гитлера. Так что вас обманули, если сказали, что там нацизм есть. Или прокламируют Гитлера. А там нацизм нету, никто не прокламирует, Владимир Владимирович. Путин вас обманули. Этого такого там нету. Ну, они считают, что вот эти какие-то там, вот эти Бандера, да, они боролись за независимость Украины. И они очень гордятся, что они независимые. Хотя тогда все боролись с Гитлером. И мы все знаем историю, что Шухевич, Бандера, я не знаю, что они были. На стороне Гитлера они убивали российских солдат, а не боролись на стороне Гитлера. Хотели, чтобы не победили Гитлера. А если бы Гитлер пришел в власть, то он бы... А я думаю, если бы Гитлер тогда победил во Второй Великой Отечественной войне, победил бы Россию весь советский народ, то они бы потом пошли завоевывать Америку. Был бы Кердек Америки. Так что пусть Америка не орет, что вот мы побороли Гитлера, мы там выиграли войну, вторую Великой Отечественную войну. Потому что если бы тогда Гитлер со своими союзниками, например, победил над Советским Союзом, если бы Америка не помогла, то Гитлер бы пришел в Америку. Он бы их порабощал и убивал. Ну, непонятно, чем бы тут бы закончилось. Так что Америка, она просто помогла, пусть они... Пусть не орет, что вот... Вот это так бы было. Они бы победили Советский Союз во Второй Мировой войне, а потом бы пришли в Америку, ее бы калашматить тут и убивать тут все. Так что правильно Америка сделала, чтобы помогла Советскому Союзу выиграть во Второй Мировой войне над Гитлером. Сейчас хочу обратиться к Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимировичу надо останавливать войну в Украине с Россией. Не буду... Я не думаю, что Украину будут содержать. Америка снова и Европейский Союз будут давать миллиарды долларов. На содержание Украины надо в год, как с Галдип-Дубинский, 60 миллиардов долларов. Даже больше. Репарации вы будете платить Украине 100 миллиардов долларов? А что будет с Украиной дальше? Надеемся, найдут новые... Будут бурить новые скважины, шелл, газ и нефть в Украине. И будут продавать по всему миру. Надеемся, остановится ее государственность. И Украина будет богатая страна, ее народ будет очень зажиточный. Или присоединиться она к России, что там дальше будет, я не знаю. Я, короче, знаю, что эту войну надо заканчивать. А то, чтобы собрались 4 шизофреника, Зеленский, Байден, Путин и Лукашенко уничтожают его народы. Короче, надо эту войну заканчивать. Давайте, Владимир Владимирович, там Гитлер...